Здравствуйте, товарищи! Тема нашего сегодняшнего видео – татарский национализм. Я давно обещал эту тему раскрыть по полной программе, да, видео поэтому будет достаточно теоретическим. Чем связан мой интерес к этой теме? С тем, что по спискам Российской партии Свобода и Справедливости Максима Шевченко, которого я все время обвиняю в русофобии и в поддержке национализма малых народов России, идет некий Дамир Исхаков, историк, доктор исторических наук, профессор, когда-то уволенный из Института Истории Академии Наук Республики Татарстан. Именно поэтому вот это меня исподвигло – раскрыть тему татарского национализма. Итак, в общем-то, собственно, давайте ближе к теме, начнем, и так видео обещает быть долгим, поэтому устраивайтесь поудобнее, наливайте себе чай, или там, кто пьет что-то покрепче, что-то покрепче. В общем-то, у любого национализма есть свои исторические мифы, без этого он невозможен. То есть, например, если брать исторические мифы германского нацизма, то германский нацизм выводил себя из древних-древних времен, из древних германцев, которые, мол, были истинными арийцами, настоящими индоевропейцами, притом именно из древних германцев, то есть из языческого периода. Национал-социализм был явлением антихристианским. Если, например, брать итальянский фашизм Бенито Муссолини, то там историческим мифом был Древний Рим, Римская империя, и, мол, итальянцы – это наследники Римской империи. Если мы берем испанский фашизм Франциско Франко, то там был скорее не миф, а просто выведение себя Испанией к реальной истории, к испанской великой монархии, которая там завоевала всю Южную Америку. Поэтому, так как испанская монархия историческая, она изначально сформировалась как такое фундаменталистское католическое государство, католичество, там было государственной идеологией, наверное, даже больше, чем православие в русском царстве 16-18 веков. Поэтому у Франко католицизм в идеологии занимал даже большую роль, чем у Муссолини. Поэтому это важно для понимания сути этих идеологий, как бы, сейчас обратиться к истории. В общем-то, в российской истории, современной российской исторической науке, есть два принципиально разных взгляда на то, кем являются татары. Первый взгляд, который прописан практически во всех учебниках истории, и, скажем так, он является официальным, как раз Дамир Исхаков его не поддерживает, видимо, за это он и был изгнан из Академии наук Республики Татарстан. Это то, что, смотрим на карту, да, то, что татары – это потомки волжских булгар. Что такое Волжская Булгария или Болгария? Это такое государство, которое сложилось при слиянии рек Волги и Камы. Каким образом оно сложилось? До возникновения русского государства, давно-давно-давно, в веке, так, по-моему, пятом нашей эры, вот тут вот, в междуречии Азовского и Каспийского морей, точнее, в Междуморье, в междуречии Волги и Дона, существовало такое большое-большое количество кочевых племен, которые называли себя болгарами. Племена были тюркоязычные, то есть родственники туркам, туркменам, азербайджанцам, татарам, узбекам, киргизам, казахам, уйгурам, то есть все это были родственные современным этим народом племена. Племена были кочевые, и после смерти великого хана, не помню, как его звали, если интересно, можете погуглить, по-моему, Курбат, что ли, он разделил свою кочевую империю между тремя сыновьями. Там есть сказка, что он их учил веником, что вот, смотрите, веник, вы его не сломаете, а вот я его развязал, возьмите каждый по прутику и сломайте, да, соответственно, но они его не послушали, хоть он их учил веником, да, в итоге часть этой орды кочевой откочевала на Дунай, покорила местных славян, растворилась в них, и эти местные славяне стали называться болгарами, потом приняли христианство, да, мы от них очень много, что культурно заимствовали, в частности, церковно-славянский язык, потому что они христианизировались даже раньше нас, где-то так лет на сто, в принципе, кириллица, кирилла и мефодия, стала впервые успешно применяться здесь, уже после смерти Кирилла и мефодия, часть этой орды откочевала на Волгу и Каму, покорила здесь какие-то местные племена, и тоже осела и стала заниматься земледелием, и создала государство Волжская Болгария, ну, а третья часть осталась здесь и потом растворилась в местных кочевниках, короче, те, кто остался на своей исторической родине, они, в общем-то, исчезли, вообще бесследно. Ну и вот, нас интересует эта Волжская Болгария, из которой выводят современные российские историки и этнографы, татары-чуваши. Во-первых, это было земледельческое государство, тюркское земледельческое государство, то есть здесь занимались земледелием, в первую очередь. Это, к слову, о том, что я уже говорил, что с точки зрения любого марксиста, Максим Леонардович очень любит ссылаться на Ленина, одним из основных факторов формирования нации, одним из основных отличий одной нации от другой, является, безусловно, хозяйственно-культурный тип, потому что, я напомню, марксисты ставят в голову в угла у нас экономику, если, конечно, это настоящие марксисты. Соответственно, государство это было земледельческим, занимались земледелием, ремеслами, торговлей. Тут возникли города Булгар, Сувар, Беляр. Вот здесь вот, да, это Самарская Лука. Кто меня смотрит из Самары, я думаю, вы узнали. Соответственно, территория и Самары, и Тольятти, и даже Сызрани находилась на этой территории. Тогда, естественно, этих городов здесь еще не существовало. Но на другом берегу Волги, на Самарской Луке, была какая-то крепость-город, неизвестно, как он назывался, но достаточно развитый город, самарские археологи его раскопали уже во второй половине 20 века. Соответственно, эти волшки и булгары, предки татар и чуваший, приняли в качестве государственной религии ислам. Еще раньше, чем Русь приняла христианство, которое образовалось тут, да, вот чуть-чуть позже здесь образовалась Киевская Русь, русское государство, они приняли ислам в качестве государственной религии. Соответственно, те из булгар, кто ислам принял, в итоге стали предками татар, те, кто не принял, стали предками чуваший, потому что чуваши изначально были язычниками в момент присоединения к России, а потом уже были христианизированы. Как-то так это произошло. Соответственно, вот одна традиция выводит корни татарского народа вот из этого земледельческого государства, с которым, конечно, Русь воевала, но больше даже не воевала, а торговала, то есть вполне себе такое мирное государство. Понятно, что это тоже было рабство, как оно было и на Руси, в Киевской Руси, но, скажем так, походы и набеги за рабами не являлись значительной частью экономики этого государства. Далеко нет. И, соответственно, есть другая традиция, которую представляет как раз Дамир Исхаков, это выводить татар, татарский народ, из Золотой Орды. Я напомню, как у нас образовалась, собственно, Золотая Орда. Образовалась она таким образом, что пришли из Азии большое количество разных кочевых племен во главе с монголами. Кроме монгол, там было много других кочевых племен, в том числе и тюркоязычных. И вот, по словам Дамира Исхакова, потому что их там китайцы называли каким-то словом, близким к татарам, да, как-то там Дада какое-то племя называли, типа ДТ парные согласные, он делает вывод, что вот предки татар пришли сюда в Поволжье, именно с Монгольской Ордой, разрушили Волжскую Булгарию, значительное количество ее городов, поселились здесь, и вообще, что именно татары были государствообразующим народом Золотой Орды. То есть, того государства, которое в итоге покорило русские княжества, держало их под Игом, с которым мы много-много воевали в своей истории, в итоге это Иго сбросили, да, и многие наши национальные символы в нашей истории, именно в русской, будь то, например, Куликовская битва, они как раз основываются на победе над вот этими самыми ордынцами. Вот, естественно, да, понятно, почему российская историческая наука, она дает предпочтение, я сейчас говорю даже не столько о науке, о чиновниках от науки, почему они отдают предпочтение первой версии, что все-таки татары, они потомки Волжских Булгар, потому что если отдавать предпочтение второй версии, получается, что русские и татары это вообще исторические враги, одни держали по дыгам других, друг с другом боролись вообще просто на протяжении практически всей своей истории, и, естественно, это не может не приводить к межнациональной розни. А вы мне сейчас скажете, мол, вообще, там, что-то несешь, это вообще давнейшая история, понимаете, дорогие друзья, вот то, что там под Оршей в ходе русско-литовских войн в начале 16 века была такая битва под Оршей, это был период, когда Россия правил отец Ивана Грозного, Василий Третий, то, что там литовцы нанесли поражение русской армии, но не смогли все-таки отвоевать назад Смоленск, это сейчас современными белорусскими националистами преподносится как победа белорусов над Россией. Да, то есть, если они себя выводят из истории Великого княжества Литовского, соответственно, они делают вывод, что русские это наши враги, их нужно убивать, а русский язык вообще это враждебный. Украинцы тоже приводят очень много разных факторов, например, то, что запорожская казачья армия во главе с Петром Сагайдачным, гетманом, участвовала в годы смутного времени на стороне Польши, там, на стороне Сидизмунда Третьего, Владислава, и вообще предлагают отмечать это как победу, в том числе, запорожцев над Россией, как победу Украины над Россией, и там куча других исторических дат, когда часть казаков участвовала там на стороне Польши или Швеции, то есть они выводят из этого, понимаете? А вот после этого, после таких рассуждений, вы поймите, это появилось не сейчас, не после Майдана. Это пропагандировалось еще очень-очень давно, то есть там в нулевые, в 90-е годы это писалось в украинских учебниках, и после этого, в общем-то, не стоит удивляться, что несколько поколений людей, которые выросли, ну, не несколько, наверное, два где-то, поколений людей, которые выросли на этих украинских учебниках, они потом что-то как-то неожиданно пошли сжигать русских в Одессе, в Доме профсоюзов, то есть они решили, что они действительно отдельная нация, а тех, кто так не считал, они решили, что это оккупанты, либо их пособники, ну и с легкой руки сожгли их в Доме профсоюзов, и это вообще не считается преступлением, там, чем-то, да, среди украинской политической элиты, понимаете, вот все начинается с толкования истории и с воспитания на истории этнического самосознания нации. Поэтому это достаточно опасно. Чтобы, соответственно, не быть голословным, я сейчас даже, соответственно, приведу несколько выдержек из этого самого Дамира Исхакова. Ну, во-первых, есть такая замечательная статья «Улужджучи татарская или монгольская держава», это научная статья Исхакова, она со ссылками, с научно-справочным аппаратом, то есть явно претендует на научность. И, соответственно, он говорит, поэтому великий Улус или может трактоваться как монгольское государство, но только с учетом того, что с равным успехом он может называться и татарским государством. А, соответственно, вот в этом замечательном видео на канале «Татары мира» наш дорогой историк говорит, точнее, дорогой историк Шевченко буквально следующее. «И по Золотой Орде». Поэтому Золотоордынское государство надо рассматривать как татарское государство. Ну, в общем-то, да, комментарий излишний. Золотоордынское государство – это татарское государство. Что тут уже как бы продолжать? Вот это прозвучало от него. Если вы мне не верите, скажите, я вырву фразу из контекста это видео «Дамир Исхаков. Татары – имперская нация». Итак, соответственно, вернемся к истории, да, с точки зрения, собственно, науки, чтобы вы меня не обвиняли здесь в идеологии. Я-то, соответственно, это именно точку зрения, что татары – это потомки волжских булгар, и именно волжская Булгария была таким прото-татарским государством, а никак не «Золотая Орда». Разделяю не только потому, что это выгодно с точки зрения поддержания межнационального мира в современной России, но и потому, что за эти точки зрения историческая истина. Потому что «Золотая Орда», вот ее территория, да, представляется это, то есть вот границы современной Румынии и Молдавии, до, соответственно, собственно, российской юго-западной Сибири. Это все простиралось, включало в себя Среднюю Азию, большую часть Казахстана, частично Узбекистан, современный Трукменистан. Вот она, как бы, «Золотая Орда» в период своего расцвета. Естественно, здесь большую часть населения составляли кочевые племена, и это никто не отрицает, не отрицает, это и сам Исхаков. Но были районы с преимущественно земледельческим населением, и это как раз районы Волжской Булгарии. Сам Исхаков говорит, что, мол, сюда пришли вот эти самые тюркские племена, которые себя называли татарами, пришли в составе армии Чингитхана, и они, мол, начали занимать ведущую позицию среди всех тюрков вот этого региона, среди половцев, а здесь, да, я напомню, еще жили половцы, печенеди, угры, финские народы, мордва, марийцы, также другие тюркские народы, такие как башкиры, народы Северного Кавказа здесь тоже жили, и, соответственно, состав был очень-очень сильным многонациональным, даже не чисто тюркским населением Золотой Орды. И вот, как он считает, что вот они здесь смешались с местным населением, и прям вот стали чуть ли там вот не над ним доминировать, а волшебных булгар вообще ассимилировали. Я считаю, что это чушь полнейшая, произошло совсем наоборот, да, я еще не знаю ни одного случая, чтобы кочевники ассимилировали, наоборот, оседлое земледелическое население, потому что, ну, земледелие, это всегда земледелическая цивилизация, она более развитая, чем кочевая в экономическом отношении, в военном отношении, как правило, наоборот. И очень часто бывали такие случаи, да, это и в истории Африки можно проследить, я сейчас не буду совсем углубляться в исторические дебри, там, кто в курсе, там, Хуту, Тутси в Руанде, там, вот, корни геноцида 94-го года, да, кстати, если там кто-то этим владеет, да, там, в истории международных отношений современных, то вы меня поймете, кто не владеет, ладно, выкиньте это из головы, просто нигде в истории такого не было, чтобы кочевые и катаводы ассимилировали земледельцев, было, что они их завоевывали и сами ассимилировались в этой массе. В общем-то, такой же пример нам дает болгарское царство, которое, я думаю, никто не отрицает, что болгары это славяне, а не тюрки, в первую очередь, пускай с тюркской примесью, но, все-таки, это славяне. То же самое было и здесь, безусловно, какие-то тюркские и даже монгорские племена сюда пришли, стали здесь править, да, но они ассимилировались совместно здесь, да, и о том, что именно они ассимилировались, говорить хотя бы то, что уже второй хан Золотой Орды, Бертье, это, если я не ошибаюсь, брат Бату-хана, хана Батыя, покорившего русские княжества, он объявил государственной религией Золотой Орды ислам. Ислам, я напомню, на всей вот этой вот территории, вот этой всей степи, которая вошла в состав Золотой Орды, исповедовала только один народ, волшки и булгары, и только одно государство приняло его до этого в качестве государственной религии. То есть, безусловно, на всей вот этой вот территории, среди большого-большого количества кочевников, да, тут еще были некоторые, кто вообще занимался охотой и собирательством племена, безусловно, безусловно, волшки и булгары, предки татар, являлись самым культурно и экономически развитым этносом. И поэтому, естественно, их влияние в этом, когда все это объединилось в единое государство, конечно, ордынцы, завоевав Волжскую Булгарию за год до Руси в 1236 году, они тут поубивали многих волжских булгар, разрушили много городов, но все это население они все равно не истребили, да, вы это прекрасно понимаете. Поэтому, соответственно, они стали наиболее культурным, наиболее экономически развитым таким субстратом в этом государстве и, в общем-то, оказывали, безусловно, влияние на политику Золотой Орды. Но это вовсе не значит, да, что все население Золотой Орды было татарским или там большая его часть была татарским. И поэтому татары были государствообразующим этносом Золотой Орды, как это говорит нам Исхаков. Соответственно, пойдем дальше. Что, в общем-то, происходит затем? Кстати говоря, да, принятие ислама, тут нужно тоже это понимать, уже вторым ханом Золотой Орды было во многом формальным, потому что есть сведения, что ханы Золотой Орды уже потом последующие, кто-то отпадал назад в язычество, кто-то был мусульманином чисто формально, употреблял алкоголь, ел свинину, много очень про это есть исторических источников. Действительно, исламизация Золотой Орды произошла уже в 14 веке при хане Узбете. Это тот самый хан, который во многом способствовал возвышению Москвы, возвышению князя Ивана Калиты, был его союзником. При нем произошла настоящая исламизация Орды и ислам его не просто принял хан, я, кстати, да, немножко перепутал, хан Берке сам принял ислам, так же, как княгиня Ольга приняла христианство, но как бы никого не исламизировал. А вот узбек именно объявил это государственной религией Орды, начал здесь повальную исламизацию, потому что как-то нужно было эти все различные племена, преимущественно, конечно, тюркские, но не только тюркские, и опять-таки, тюркские наречия тоже есть разные, да, как-то их чем-то объединить, какой-то идеей. И он решил, что это должен быть ислам, тем более, вот самый развитый народ, волшки и булгары, уже давно исламизирован, правоверные мусульмане, свинину не едят, алкоголь не пьют, в отличие от предыдущих золотоордынских ханов. Ну и сам узбек был мусульманином, он из Средней Азии происходил, вот откуда-то отсюда, из Бухары. Так, соответственно, продолжим. Затем, Золотая Орда, она, в общем-то, распалась. Где-то так, в веке 15-м, она распалась на ряд ханств и орд. И это такие ханства, как Крымское ханство, как Большая Орда, потом от нее выделилось еще Астраханское ханство, Казанское ханство, Сибирское ханство, Казахское ханство. Вот здесь вы сейчас, да, будете смеяться, то есть, говоря, что татары были государства образующим атмосом Золотой Орды, Дамир Исхаков разжигают не только межнациональную рознь между народами России, но и между народами России и казахами. Да, то есть, это нужно понимать, потому что, естественно, казахи, это ровно такие же наследники Золотой Орды, как и казанские татары, крымские татары, нагайцы и, наконец, нагайская Орда. Да, вы не ослышались, Дамир Исхаков, я уже говорил это в предыдущем видео, говорит, что нагайцев нет, что нагайцы, это вообще, в общем-то, те же самые татары. Теперь, соответственно, вы понимаете, что в результате вот этого распада произошло разделение населения Орды на различные этнические группы. И как раз казанское ханство, оно соответствовало территории Волгарии, вот точки, вот эти вот, да, это районы, где в Орде преобладало оседлое земледельческое население, не скотоводческое, а оседлое земледельческое. Как вы видите, значительная такая большая, крупная, жирная точка с земледельческим населением есть только на территории казанского ханства, ну и она как-то, что-то вот, примерно соответствует территории бывшей Волжской Булгарии. Странно, да? Исхаков говорил, что, мол, Булгар вообще не осталось, пришли какие-то татары, кочевники, которые их истребили, и как-то их смогли ассимилировать, правда, до конца непонятно как, и самое главное, непонятно, как они дальше занимались кочевым скотоводством на распаханных полях булгарских земледельцев. Вот это мне непонятно прямо вот вообще от слова совсем. Так, соответственно, чтобы вам показать, как он объясняет, то, что собственно, татары распались на различные этнические группы, вставлю еще один фрагмент вот этого замечательного видео. Так, это где-то был на 12.10, где он объясняет деление татар на этнические группы. И здесь он показывает вообще свою вопиющую некомпетентность в вопросах этнографии, просто вопиющую неграмотность. Я не понимаю, как такое может говорить доктор исторических наук. разделение татар на ряд этнических групп, то это процесс естественный. Все крупные этносы имеют такие деления. Ну, англичан возьмешь, там шотландцы валицы, задержки испанцам, там каталонцы баски и так далее. Колесицы там кого-то нет. У немцев полно таких групп. Баварцы до сих пор себя вообще-то немцами практически не считают, они там пользуют свои одежды, поэтому у всех народов есть татары не исключение. Вот здесь, знаете, очень интересный момент, что Максим Леонардович Шевченко, который из Хакова называет там борцом за права татарского народа, он отказывает русским в том, чтобы считать украинцев и белорусов частью русского народа. Его так бомбит по этому поводу, я даже целое видео делал, да, и не одно на эту проблематику. То есть, русским нельзя говорить, что это естественное разделение, что большой русский народ на какие-то субъектничные группы распался, в том числе малоросы, украинцы, белорусы, и приводить такие же примеры с немцами, баварцами. Соответственно, а вот татарам так можно, то есть, объявлять татарами и астраханских татар, и крымских татар, и сибирских татар, и даже нагайцев, за которых сам Шевченко все время заступается, что вот злые русские их там ассимилируют где-то, а вот то, что их ассимилирует татарин, который находится в партийном списке, притом в федеральном списке кандидатов Российской партии Свобода и Справедливости Максима Шевченко, это нет, это Шевченко вообще не смущает прям вот ни капли от слова совсем. Ну, я говорю, двойные стандарты, что позволено татарам, баштирам, точнее, нет, как бы, по баштирам там отдельный разговор, что позволено татарам, дагестанцам, якутам, алтайцам, которых поддерживает Максим там азербайджанцам, например, ассимилировать у себя маленький народ пылышей, то, конечно, ни в коем случае не позволено великому русскому народу, потому что он там должен каяться за преступление царизма уже 10 раз, да, хотя, наверное, я думаю, если русские чем-то обидели другие народы, то за годы советской власти уже все возмещено с лихвой 10 раз, да, и каяться уже не надо, уже явно точно. Хотя, большой вопрос, надо ли был каяться, ну, ладно, это, как бы, уже история. Но однозначно, что сейчас вопрос покаяния русского народа, да, там, за грехи царизма перед другими народами, он не актуален вообще от слова совсем после 70-летнего советского периода. Но Максим считает, что актуален. Так, поехали дальше, соответственно, возвращаемся к истории. А, что я хотел-то еще сказать, продемонстрировать некомпетентность, заговорился, поэтому сейчас придется еще раз вам это видео показать, а то вы уже забудете. Что я сейчас говорил? Разделение татар на ряд этнических групп, то это процесс естественный. Все крупные от нас имеют такие деления. Ну, англичан возьмешь, там, шапландцы, волицы, задержки, спонтан, там, каталонцы, паски и так далее. Вот, вот это самое интересное. Так называемый, с позволения сказать, доктор исторических наук, Дамир Исхаков, сейчас сказал, что шотландцы, и валийцы, являются частью англичан. Хотя, вообще-то, их национальный язык, гальский, это вообще язык, другой языковой группы, и англичане, это потомки германцев, по преимуществу, переселившихся на полуостров Великобритания, и ассимилирующих местное население, они были примерно на одном уровне, и имели общий хозяйственно-культурный тип. А валийцы и шотландцы, это то местное население, которое не было покорено, потому что Оэльс и Шотландия не было покорено англами, саксами, ютами, во время великого переселения народов. И это, вот, короче, население до Великобритании, этого переселения народов острова Великобритания. И поэтому они вообще друг к другу никакого отношения не имеют, кроме общей истории, что когда-то они как бы вошли в состав англичан, там совершенно разная культура, совершенно разные национальные традиции, а у англичан с шотландцами еще и разные вероисповедания исторически было. Соответственно, что касается басков и испанцев, ну это вообще мрак просто полнейший, учитывая, что басский язык не является родственным вообще ни одному европейскому языку. Вообще ни одному. Это загадка. Это меденец басков, это большая загадка, единственное, что точно понятно, что они не являются никакими родственниками ни испанцам, ни французам. Есть версия, что это вообще когда-то еще давно-давно-давно, в доисторический период вот этой части Европы, то есть до Римской империи, это какой-то народ, который сюда пришел там в каком-нибудь там, не знаю, 2000 году до нашей эры откуда-то с Кавказа, потому что говорят, что есть какие-то сходства между языком басков и грузин. Вот. То есть настолько некомпетентно говорить, ну и нет, я бы понял, если бы это сказал какой-нибудь обыватель, да, вот. ну это говорит человек, имеющий докторскую степень по истории, который работал в Академии наук Татарстана. Слушай, ну если ты как бы не знаешь, да, об этногенезе там басков, там, занимаешься только народами России, ну про Малочихотик такой пример не говори. Стыдно, стыдно просто за российскую историческую науку становиться. Мне как кандидату в исторических наук. Теперь, соответственно, возвращаемся к истории. Теперь уже Золотой Ордым. Собственно, Золотая Орда в итоге распалась. И постепенно, постепенно началось покорение различных этих ханств русским государством. Постепенно, да, все они вошли в состав российского государства. Казанское ханство, Астраханское ханство, Сибирское ханство в 16 веке, Крымское ханство только в 18 веке. Ну история Ногайской Орды, она там вообще трагичная и длительная. Не буду ее рассказывать, она к теме разговора не имеет отношения. Казахи потом тоже вошли где-то к началу 19 века, все там постепенно. Но смысл в том, что из того тезиса, что, мол, в Золотой Орде доминирующим народом были казанские татары, из хаков делает вывод, что, мол, все вот это вот татары, точнее, не казанские татары, а просто татары, что все это был единый народ. Хотя, еще раз подчеркну, мы с вами, будучи марксистами, понимаем, что хозяйственно-культурный тип играет большую роль в образовании народа, в этногенезе. А как мы видим, по этой карте точечи здесь преобладают только на территории казанского ханства, соответственно, здесь преобладало земледелие, а все остальные вот эти вот товарищи занимались в основном кучевым скотоводством. За редким-редким исключением. Да, поэтому, конечно, говорить о том, что они были единым народом, говорить не приходится. Да, естественно, языки и наречия были взаимопонятны в целом. Да, естественно, была какая-то литературная норма того самого старо-татарского языка, который применялся в Золотой Орде, который сейчас уже историки называют старо-татарским. Но можно ли говорить, что здесь сформировался единый народ? Я думаю, что нет. По той простой причине, что были разные хозяйственно-культурные типы. Более того, по-разному складывались отношения и с различными вот этими государствами у Руси. Если, например, казанское ханство, оно наиболее тяготело к присоединению русского государства, и тут есть такой момент, что очень многие историки, вот такие самые историки-националисты типа Исхакова, они описывают присоединение Казани к русскому государству, как что-то такое, там прям вот вообще, что пришли русские агрессоры, покорили бедных татар, но это абсолютно неправда, по той простой причине, что в Казани существовала в 16 веке партия, которая выступала за сближение с Россией, и до присоединения Казани и Иваном Грозным, там при поддержке русских войск ставленник этой партии Шиг Али, его звали, периодически несколько раз занимал ханский престол, потом его свергала антирусская партия прокрымская и сажала на свой трон различных царевичей и других чендизидов, как из крымского рода гиреев, так и из нагайцев, из астраханцев, то есть периодически на трон садились представители разных династий, но так или иначе они были ставленниками либо промосковской, либо антимосковской партии. И, внимание, вот сейчас будет самое интересное, когда Иван Грозный в 1552 году брал Казань, в его войске были татарские отряды, во главе с Шиг Алием. Да, вы не ослышались. То есть, в 1552 году это было не только противостояние русских и татар, это было противостояние татар и татар между собой. Одну из которых поддерживала Россия. И более того, так как у промосковской партии так вот сложилось, что в этих всех государствах, оставшихся после Золотой Орды, престол Хана и вообще титул Хана мог носить только потомку Чингисхана, вот не повезло им своим потомкам Чингисхана. У них, кроме Шигали, не было никакого другого претендента на Казанский престол, а Шигали, ну, по-русски сказать, был просто мудаком, который настроил против себя не только антимосковскую часть татарской знати, именно казанско-татарской знати, но и промосковскую, то есть, после того, как его последний раз свергли в трона, промосковские Мурзы из Казани, да, Мурза, это титул татарский, промосковские Мурзы, ну, типа русского боярина, писали Ивану Грозному, что Иван Васильевич, царь и велетий князь всей Руси, давай лучше ты Казань непосредственно присоединишь к России, потому что этот мудак нас уже достал, ты его уже сажал на трон несколько раз, да, его все свергают и свергают, свергают и свергают, свергают и свергают, а почему свергают, ну, потому что он просто не может найти консенсус какой-то между элитами, вот, поэтому давай лучше сделаем как бы вот так вот. Естественно, ничего подобного не было, например, в Крымском ханстве, которое было в основном скотоводческим и за счет того, что в Крымском ханстве преобладало кочевое скотоводство, армия Крымского ханства была наиболее многочисленной, просто потому, что любой скотовод, да, он прекрасно владел конем, владел арканом, владел луком со стрелами, и поэтому, соответственно, когда Крымский хан шел в поход, все мужское население ханства составляло его армию, а казанские земледельцы их просто так отцахи призвать и дать им в руки оружие, но это было то же самое, что дать в руки оружие русскому христианину, да, почему, то есть там в Казанском ханстве оно и по социальному строю было очень близко к российскому государству, потому что там была вот эта вот военная аристократия дворянства, были рядовые дружинники, которые служили в армии Казанского ханства, а была основная масса земледельческого населения, которая занималась земледелием, поэтому, в общем-то, и присоединение прошло вот так вот безболезненно. Соответственно, когда было присоединено Астраханское ханство, Сибирское ханство, собственно, подходим, уже сейчас уже подхожу к завершению, если говорить об этногенезе, собственно, татарского народа, основой которого стали вот эти самые казанские татары, потомки волжских булгар, то татарский народ, вот именно, как татарская нация, в современном ее понимании, сформировалась исключительно благодаря России. Не потому, что Россия так хотела сформировать татарскую нацию, и русские прямо вот спали и видели, вот только вот дай вот я сформирую новую татарскую мусульманскую нацию. Нет. Просто большое количество различных мусульманских народов, которые были в итоге присоединены, вот этих вот, да, которые тоже, как бы там, именовались татарами, астраханские татары, сибирские татары, этих самых наследников Золотой Орды, самыми культурно развитыми из них были именно казанские татары. И так как значительная часть казанской знати ниоткуда, ни из одного осколка Золотой Орды, столько знати местной мусульманской не перешло на службу к русским государям. Вот ни из одного осколка столько знати не перешло. Я просто напомню, что, в общем-то, казанская знать начала переходить на русскую службу еще до содержания монголо-татарского ига. Был такой казанский царевич Касим, сын первого хана казанского ханства, независимого Ула-Мухаммеда, это бывший хан Золотой Орды, который потерял престол Золотой Орды и уехал в Казань к своим сторонникам и там как бы отделился. Вот его сын, который с другим сыном не поделил казанский престол, он перешел на службу к Василию Второму, к сыну получает, ой, к отцу Ивана Третьего, который в итоге свергнет монголо-татарское иго, он к нему перешел на службу и ему был дан в удел город Городец-Мещерский и ему с его приближенными татарами и там образовалось вассальное московскому тогда еще княжеству, не русскому государству, а московскому княжеству Касимовское ханство. То есть, была такая интересная система, был хан Золотой Орды, точнее, уже не Золотой Орды, а Большой Орды в городе Сарай, Сарай-Бату, Сарай-Берке на Волге, чуть выше Астрахани. Его вассалом был Василий Второй, великий князь Владимирский, московский и всей Руси, а его вассалом был Касимовский хан, Чен-Дизит, Касимовский хан Касим. Ну и его потомки, соответственно, потом уже. Касимовский царь Симеон, он вообще даже принял православие, точнее, он был, конечно, не Симеон, изначально Едидер Мехмед или Едидер Мухаммед, потом он крестился, принял православие с именем Симеон и был военачальником Ивана Грозного. Многие мурзы казанские, они не перешли в православие, они оставались мусульманами, но водили татарские отряды в войнах России с Речью Посполитой, со Швецией, с ливонскими играет очень большую роль в их сближении, что там преобладает земледелие, здесь преобладает земледелие. Ну да, мы верим в разные религии, но зачем нам воевать, если у нас гораздо больше общего и мы можем развиваться в составе большой единой державы. Ну и так вот, почему татарская нация современная, да, все-таки астраханские татары, сибирские татары, они во многом подверглись ассимиляции татарами казанскими. Почему так произошло? Потому что, так как вот эта часть татар, она была наиболее пророссийски настроена, с одной стороны, с другой стороны, вот эта часть татар была наиболее культурно развитой, то ничего удивительного, да, нет, что в едином уже русском государстве в бывшее астраханское ханство и в бывшее сибирское ханство посылали руководить там местными татарами казанских мурс, казанскую знать, да, и не только казанскую знать, но, например, уже потом, когда там в 17-18 веке для них строились школы, да, притом мусульманские школы медресе, я думаю, ничего удивительного, что так как ислам имел наиболее глубокие корни именно здесь, и в принципе, еще раз подчеркну, так как народ был земледельческий, была материальная и духовная культура на более высоком уровне развития, в том числе и развития образования, исламского богословия, что сюда приезжали, например, учителя из современного Татарстана, приезжали к сибирским Татарам, приезжали к астраханским Татарам, и таким образом, естественно, постепенно, 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 все вот эти вот Татары, они просто ассимилировались, да, а после присоединения Крыма, естественно, вы понимаете прекрасно, что и туда тоже, к местному татарскому населению, настроенному, мягко говоря, не очень пророссийские, тоже присылали уже вполне пророссийских казанских Татар, которые в составе России жили 250 лет, я напомню, присоединение Казанского ханства это 1552 год, присоединение Крыма это 1783 год, да, то есть, почти 250 лет уже казанские Татары жили в составе России, многие верно служили России, и что многих их представителей послали обучать крымских Татар, поэтому они оказали влияние и на них, но вот ассимилировали они их до конца или нет, это большой вопрос, надо спрашивать уже у крымских Татар. Собственно, это вот, что касается истории татарского национализма и истории вообще этих мифов о том, что, мол, татары это государство, образующий народ золотой орды, и поэтому это враги русских, и, кстати, Исхаков вовсе даже не иллюзорно разжигает межнациональную ненависть, там вот в этом же видео я вам сейчас покажу, был такой момент, что обсуждалась установка памятника Ивану Грозному в Астрахане. При этом, я подчеркиваю, тут говорится, вот, 2058, что, по таймингу, да, где-то, ну, давайте, 2052 поставим, что, оказывается, русские жители Астрахани это вообще не коренные астраханцы. Правда. Ну, что касается других татаро-астраханских, я думаю, что здесь, конечно, были жестокие военные сражения, на самом деле, при взятии астраханского ханства, и поэтому я понимаю, почему коренные астраханцы плохо относятся к Ивану Грозному. Вот, то есть, поняли, коренные астраханцы плохо относятся к Ивану Грозному. Имеется в виду, конечно, астраханские татары, а русские это вообще не коренные жители Астрахани, оказывается. То есть, Максим Леонардович его очень сильно бомбит от слова нацмен, национальное меньшинство, но при этом то, что его кандидат говорит о том, что русские это не коренные астраханцы, это вообще нормально, это ничего страшного, это не разжигание межнациональной розни, это не унижение, там, чести и достоинства русских людей из Астрахани. Теперь такой еще момент, собственно, говоря о том, что в ходе взятия Астрахани было большое число жертв, Дамир Исхаков откровенно врет. Вот это еще раз доказывает то, что вообще этому человеку присвоили степень доктора исторических наук. Я напомню, как была захвачена Астрахань. 1556 год. Астраханский хан, дервиш Али, которого до этого Иван Грозный посадил на трон, потому что Астрахань это было очень слабое государство, войско было всего 3000 человек у них, все войско, которое могло выставить Астрахань, Астраханское ханство. И поэтому, вот, будучи зажатым между двух огней, получается, между сильным крымским ханством, за спиной которого стояла Османская империя, и между большой Ногайской ордой, полностью кучевой, за исключением столицы города Сарайчика, здесь постоянно менялись ханы. То Ногайский ставленник придет, то Крымский ставленник придет, то Ногайский, то Крымский. А иногда еще расистские ставленники приходили после присоединения Казани. Ну и вот, когда здесь сидел крымский ставленник, Иван Грозный помог свергнуть его хана Емгурчи, свергнуть хану Дервиш-Али, и здесь сидел хан Дервиш-Али, последний хан Астраханского ханства. Но потом, так как Москва все-таки далеко, несмотря на то, что уже присоединил вот эту территорию, Крым ближе, он переориентировался на Крым. Естественно, Ивану Грозному это не понравилось, и присоединение Астрахани произошло таким образом. В Астрахани шло большое тарское войско, а впереди шел небольшой отряд из стрельцов и казаков в качестве авангарда, который должен был разведать всю обстановку. Да, как бы там лагерь там установить, да, чтобы не рисковать большим войском, чтобы нигде не было никаких засад, там смотреть там ни крымских, ни астраханских татар, никаких засад, потому что быстрая конница у кочевников, естественно. И произошло следующее, вот этот маленький авангард, где было что-то, я не помню, тысяч, о, вернее, не тысяч, где было человек 300 или 600, вот так вот, чуть вот около этого, то есть даже не было тысяч человек. Когда он подошел к Астрахани, астраханский хан Дервиш Али со своим окружением так сильно напугался, что убежал из Астрахани и бежал он очень быстро, бежал он вплоть до города Мекка. В итоге остаток жизни он провел в городе Мекка в Османской империи, вот скончался в святом для мусульман месте, да, представляете, где Астрахань и где Мекка географически. И Астрахань, она как бы сдалась без боя вот этому вот авангарду, то есть даже русское войско основное прийти не успело. Каких-то боев кровопролитных, о которых говорит Схаков, их просто не было. Он фальсифицирует историю и разжигает межнациональную рознь между русскими и татарами. При этом он всячески отказывает астраханским татарам в возможности называться отдельной нацией. Можете посмотреть в этом видео. Опять, да, если Шевченко всячески бомбит от того, что русские и украинцы это один народ, единый, то вот то, что Исхаков говорит о том, что астраханские татары, они не имеют права называть себя отдельной нацией, не имеют права ассоциировать себя с нагайцами. Там у астраханских татар на самом деле есть разные точки зрения. Кто-то говорит, да, мы такие же татары, как и в Казани, кто-то говорит, мы вообще отдельный народ, кто-то говорит, мы нагайцы и потомки нагайской орды. Короче, разные там есть версии по этому поводу, но то, что Исхаков прям вся часть их записывает именно в казанские татары, это говорит о том, что он, мягко говоря, националист и строит татарскую нацию, по крайней мере, пытается строить татарскую нацию и ее сплачивать на антирусском, на псевдоисторическом мифе на основе того, что, мол, татары это наследники Золотой Орды, а вовсе не Волжской Булгарии, Кочевой Золотой Орды, которая разрушила Волжскую Булгарию. И еще раз подчеркну, почему это важно. Вы мне сейчас скажете, зачем вообще тут заниматься историей, все такое. Понимаете, вот именно наслушавшись вот таких вот историй, что русские были нашими врагами, после этого часть татарской общественности и начинает активно выступать против увековечивания Куликовской битвы, против установки памятников Ивану Грозному в Астрахани, в конце концов против того, чтобы праздновать как день воинской славы не только Куликовскую битву, но и стояние на Угре освобождения русских от монголов татарского ига. Они начинают считать вот это вот угнетением именно татарского народа. То есть, если выводить историю татар, не из Волжской Булгарии, как это на самом деле должно быть, с марксистской то есть зрения, где в угловую угла любого исторического процесса, в том числе и этногенеза, ставятся экономические и хозяйственные процессы. Что это была единственная крупная земледельческая точка на всей территории Золотой Орды. Это, к слову, о марксизме и о том, какие марксисты состоят в РПСС. Одна же Шевченко часто критикует Зюганова за отступление от марксизма, что он там Ленина как-то не поддерживает. В общем-то, и из-за таких мифов могут быть серьезные межнациональные конфликты вплоть до того, что могут быть какие-то погромы, может быть какие-то войны начаться, сепаратизм определенный. И мне бы очень не хотелось, чтобы в моем родном Поволжье, где мы тут мирно уживаемся, русские православные христиане с татарами и мусульманами, очень даже мирно мы тут уживаемся и в Самаре, и в Казани, чтобы здесь возникли межэтничные конфликты, началась межнациональная рознь из-за таких деятелей, как Исхаков и Шевченко, которые старательно ее разжигают. На этом на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, распространяйте это видео, пусть как можно больше людей знают об этих исторических мифах, которые распространяет Исхаков, пусть как можно больше людей знает правду о разжигании межнациональной розни со стороны Дамира Исхакова и Максима Шевченко и их партии РПСС, потому что это очень-очень важно. Как для выборов, которые будут 19 сентября 2021 года, на которые я обязательно всех призываю прийти, чтобы власть стала по-настоящему народной, так и в целом для исторического будущего России. Будут у нас этнические конфликты или нет? Я искренне надеюсь, что нет. Также прошу делать репосты в социальных сетях, пересылать это всем своим родственникам, знакомым, как русским, так и татарам.